Христос посреди нас, мои родные и любимые христолюбцы, все брата и сестры во Христе, всем желаю радоваться и веселиться в Господе. Всем желаю возрастать по внутреннему человеку в совершенный возраст Иисуса Христа, Господа моего и Бога нашего, Творца и Создателя, которого все мы любим и из любви к Нему любим всех. Да? Всех я рад приветствовать на своем канале Христолюб Лайф. Всем любви, радости и счастья желаю. Тут было такое событие, вы, наверное, знаете, реформации 500 лет. И долго я что-то не записывал ролик, но вот надо тоже записать. Я когда размышлял на тему того, что лучше или что наоборот, ну, лучше я для себя, понятно, в кавычках говорю, или что смертельнее для человека, православие или ортодоксия, православие-каталицизм или протестантизм во всех его проявлениях, я когда думал об этом, вы знаете, у меня в голову приходит только одна мысль. Что лучше, с моста сброситься или пулю в лоб пустить? Честно, результат один и тот же. Для меня ответ очевиден. Утопиться или вены перерезать, разницы никакой. Главное результат. Результат один, смерть. И поэтому для меня, конечно, вопрос не стоит. Кажется, что все это иногда бред, меня там в чем только не обвиняют. И в прелести, и в гордыни, и во всяких прочих вещах. И в сектанстве, кстати, которого на мне не видно. И как на мне может быть видно сектанство, если я ненавижу систему, в принципе. А секта – это самая жесточайшая система, что проявлено в том же самой ортодоксии. В протестантизме немножко слабее, но все те же самые посылы, просто, может быть, у сда чуть послабее. Хотя там есть направления, в которых еще хуже ортодоксии, наоборот. Поэтому для меня ответ на вопрос от того, что лучше, ортодоксия или ей противоположные вещи, очевиден. Оба – это смертельные пути, ведущие в ад. Знаете, самое показательное слово – реформация. Что делал Лютер и его единомышленники? Они сразу одновременно стали это делать в разных странах Европы. Вот, и Лютер, и Цвингли, и кто там. Я уж их всех позабыл, если честно. Я уже от этой темы отстаю, и мне это не очень интересно. Я уж эти имена-то позабывал всех основателей. Вы знаете, самое слово – реформация. Они пытались реформировать культ, систему, ортодоксию. И это бесполезно. Ее не надо реформировать. Ее надо вот так взять, как в фильме «12», помните, там он говорил… И выкинуть на помойку, без всякого сожаления, без всякого сожаления, ибо все это – служение человеческое, самовольное, как Павел говорит, служение человеческое. А фундаментом моих слов, кто хочет с этим вопросом разобраться, очень простой. Во-первых, Господь говорил, что все мы верующие во Христа, и кто исповедует Иисуса Христа, Сыном Божьим, эти люди уже в церкви. Никто не вправе их судить уже по делам, по плодам их жизни, там, где они будут. Но то, что люди, человек, принявший учение Иисуса Христа, исповедующий его Иисуса помазанником, то есть Христом, то есть Мешиахом, Сыном Бога Живого, этот человек и есть сонаследник Христа, так скажем, это и есть член церкви, это и есть член его тела святого. И никто не вправе его туда, никто не вправе, как Господь, помните, сказал про мужчину, женщину, что чего Бог сочетает, то человек да не разлучает. И вы помните, как Павел, говоря о браке мужчины и женщины, тут же переходит на этот же символ Христа, и как жениха, и церкви, как невесты, и говорит, но тайна себя велика. И мне хочется сказать, кто вы, которые думаете, что это вы, кого-то там крестите, кого-то там принимаете в церковь, это делаете не вы. Если были, а благо они есть, до последних дней будет делатель, который Господь высылает на жату, свои люди, проповедующие чисто Евангелие. И есть люди, которые без всяких этих оков человеческих способны принимать эти слова и становиться членами тела Христова. И вы не можете этому воспрепятствовать, и никогда не сможете. Это я говорю к тем, кто пытается все время проботить людей не Христу, а себе, или своим учением, или учением своих так называемых дядюшек. Вы никаким образом соучастниками Евангелия Иисуса Христа не можете быть, кроме проповеди. Все. Крестит Дух Святой. Он вводит по вере человека, этого самого человека, в свое тело, в свою церковь, в Бог это делает. И ты, человек, не можешь его ни принять, ни отлучить от церкви. Ты этого не можешь сделать. Чего Бог сочетает, ты, человек, да не разлучаешь. У тебя нет ни права ни сочетать, ни разлучать. Это, кстати, касается и таинства бракосочетания так называемого. Не вы соединяете людей, и не вы их разделяете. Соединяет людей Бог, и Бог никого не разлучает. Это даже не аксиома, это закон бытия, который есть Бог, который есть любовь. Это очень важно понимать. А мы можем быть лишь соучастниками в добром деле, каким образом проповедуя вот это вот Евангелие Царства Божие, о Спасителе мира Иисусе Христе, Спасителе от человека, от смерти и греха. И только это делает, дает ему жизнь вечную и жизнь благую. Вот. И поэтому все эти, конечно, культы, системы, это все зло, это все не от Бога. Ничего божеского там нет. Христос принес на землю спасение, которое в свободе. Не может быть жизни, где нет свободы. Даже кошка гуляет сама по себе. Уж тем более человек. Одарен даром свободы, делает, что он хочет. Значит, вот первое послание Коринфянам. Все четыре главы, кто не в курсе, посвящены именно разделениям в церкви. Они, кстати, так Павел с этого и начинает. Слышу, что между вами идут вот эти разногласия. Одно дело разномыслия. Вот им, потому что каждый человек одарен умом, даром свободы. И имеешь право мыслить так, как ты хочешь. Ты будешь отвечать. Каждый будет в своем деле давать отчет. Вот это первое послание к Коринфянам, вы знаете, оно самое сильное и самое, так скажем, является основой и ответами на всех вопросах, вот о всех этих разделениях. Павел прекрасно там все писал, все темы затронул. Что вот именно разномыслия должны быть. Что значит должны? Они обязаны быть, потому что у людей есть мозги и есть свобода. Мыслить каждый может, как хочет. Но когда между вами ссоры, распри, разногласия, когда вы это в голос превращаете и готовы свою истину другому в голову вбивать, то вы плотские. И я сегодня, конечно, чтобы вам канал живой, я все время себя стараюсь понуждать не брать в руки писание, при этом живом канале проповедовать вот так устно. Но все-таки не удержался, вот взял с собой электронную книжечку и все-таки вырву, но не один стих, а третью главу целиком первого послания к Коринфянам мы прочтем. А, кстати, сейчас, когда все-таки перед компьютером, я запишу опять этот ролик, посвященный 500-летию реформации и ортодоксии и протестантизму, и запишу по всем четырем главам. Так что, кому интересно, может быть, сюда ссылку добавлю, ну, на канале Христолюб, заходите, подписывайтесь и смотрите ролики, я буду. А сейчас мы прочтем третью главу, и о том, что люди, которые проповедуют свои культы, свои конфессии, свои системы, это люди, не рожденные свыше, говорю не я. Если бы я это сам говорил, Бог мне был бы судья. Об этом говорит апостол Павел, и это только вырванный кусок. Третья глава. Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, ну, как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ну, или максимум, эти люди, младенцы во Христе, это максимум, но многие из них вообще не рожденные, плотские. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете. Ибо когда один из вас говорит, давайте читать современным языком, я православный, я Павлов, я, а другой, я Аполосов, я протестант, то есть я ортодокс, или католик православный, или я протестант, или какой-нибудь там, неизвестно вообще какой, то не плотские ли вы? Кто Павел, кто Аполос, они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполос поливал, но возрастил Бог, посему и насаждающий, и поливающий, есть не что, а все Бог возвращающий. Насаждающий же и поливающий, суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду, ибо мы сработники у Бога, а вы Божья Нива, Божье строение. Мы сами, храм духовный, Бог, дом Божий, я по данным, вот в чем мы сработники, Павел пишет, все, что мы можем потрудиться Богу, это апостольство, это сеяние, и это возделывание, это учительство, да, мы можем быть сработниками у Бога, но сработниками, а не господами над стадом. Петр об этом очень четко писал своим братьям, учителям и пресвитерам. Не господствуйте, а подавайте пример, а после примера можно и словом подтвердить свой пример, как делает Христос. Я по данным не от Бога благодати, как мудрый строитель, ему Богом был дан дар апостольства, да, и учительства. Положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос. Сейчас благодатное время. Вот эти все культовики, религиозники, которые кричат, что у них есть истина, сейчас истина есть у каждого человека, она доступна. Она в Евангелии, это дешевая книжка, а сейчас еще в мире современном 21 века, когда вот, все доступно, бесплатно, в электронном виде, рассказывает сказки, что у вас есть какая-то истина, которой нет у другого христианина. Это ложь, вот как раз прелесть и гордыня возносится над человеком. У него точно такая же истина вот в руках. Если он читает ее, и ты ему втираешь и вдалбливаешь при том же самом одном и том же чтении, что ты вдруг прав, и ты истина, и понимаешь так, как истина, а ты дурак и ничего не понимаешь, или вот какие-то мои там дядюшки, тетюшки понимали, и поэтому ты должен точно так же понимать, то извини. У меня такие же мозги, как и у тебя, у меня такая же свобода. Ты кто есть, что ты лезешь мне в душу. Строит ли кто на этом основании из золота? Вот, на этом основании. Никто не может другого основания положить. Никакие ни ортодоксы, ни им противящиеся. Никто. Сейчас это основание доступно каждому. И оно, это основание, кстати, лежит у каждого в доме или в компьютере. Жалко, что это основание не у каждого лежит в сердце человеческом, в его сердце. Вот если бы оно в живом, а не в каменном, в плотеном, только тут в хорошем смысле, а не в каменном сердце лежало, потому что семечка, лежащая на камне, никуда не растет, она высыхает. Вот если оно на распаханной доброй земле сердца лежит, оно даст корень, даст росток и вырастет, и даст плоды, любовь, радость. Вот если это основание, которое всем доступно, и отмазав никого не будет, время наиблаготятнейшее. Все там насуются всеми тремя шестерками последними временами, а я не знаю. Тут сейчас время самое какое ни на есть. И уж точно древним средневековьем не назовешь, где можно один стишочек на китайско-церковном услышать и вообще ничего не понимать, о чем речь идет. И каждый, это Павел говорит, он никому в душу не лезет, он говорит, каждый смотри, как строишь. Кто из золота, серебра, драгоценных камней на этом основании, из дерева, сена или соломы, каждого дело обнаружится. Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется. Но так, как бы из огня. Разве не знаете, что вы, храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Вот здесь живет Бог. Не вот в деревяшечках, не в кирпичиках Дух Божий живет вот здесь. Рожденный, зачавшийся свыше человек, тот, который принял это учение. Что Бог в Адама вдунул дыхание жизни, а не в деревяшку, не в древо жизни. Он есть древо жизни, это символ, который на земле твоего сердца. Господь никакого храма Адаму не построил, чтобы он туда ходил. Господь вдунул себя, вошел в человека, вселился, и древом жизни в нем насадился. Это все символы Бога, дыхание жизни Духа Святого, древо жизни Иисуса Христа. Это все символы, прообразы Бога, который присутствует и живет, и соединен с самим человеком. Только человек способен осознавать себя как индивидуума и познавать Бога, осознавать его бытие, своего Творца. Все, никто больше, никакой хлебушек. Все, что в мире создано, создано для человека. Поклоняться хлебу, деревяшке, кирпичам, травке, всяким любым идолам – это грех. Ибо Бог в тебе, ты поворачиваешься к Нему задницей. «Если кто разорит храм Божий, сердце свое и тело, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм – вы. Никто не обольщайся самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веки этом, тот будет безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира, вот эти самовольные служения человеческие, суть безумия пред Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их. И еще, Господь знает умствования мудрецов, что они суетны. И так никто не хвались человеками. Они же хвалятся, все эти ортодоксы им противящиеся, все хвалятся человеками. Ибо все ваше, Павел, Ля, Полосли, Киев, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящая, или будущая, все ваше. Вы же Христовы, а Христос Божий. Меня не раз спрашивают, ты кто там пишет мне, православный, католик, протестант. Я говорю, я Христов. Я таких слов даже не находил никогда в Евангелии. Я говорю, в идеале все четыре главы бы прочитать, а не прямо этому посвящены. Но не хочу вас утруждать писаниями. Мы Христовы. Поэтому те, кто проповедует свои культы, свои системы, это плотские люди. Это максимум, что может быть, если у них сердца более-менее очищены, если они понимают, что хотя бы себя надо возделать в себе древо жизни, чтобы Господь тебе по твоему труду, тебе плоды взрастил, любовь, радость, мир, веру, кротость, смирение, упование, долготерпение. Да, это хоть младенцы, хоть это понимают. Те, кто этого не понимают, это плотяные люди. Они ничего не поняли. Это те же самые иудеи, которые нас цели своим законным и убили Христа, так ничего и не поняв. Нас цели своим праведностью по закону, что они там что-то приносят. Даже милость у него творили по закону, а не потому, что от сердца. Вот и все. По поводу названий, я, допустим, не против. Вы понимаете, люди, когда образуются собрания, да в принципе, вот даже если бы какие-нибудь были разделения по названиям, да, в Евангелии, в Писаниях Нового Завета, в Библии во всех Писаниях Ветхого Завета, можно какие-то слова интересные набрать. Собрание может как-то называться даже индивидуально. Да, в принципе, если бы это было так, это было бы неплохо. Вот я себе взял псевдоним Христолюб. Почему? Мне очень понравилось. Как-то меня спросил, братец, какое твое место любимое в Евангелии. Вы знаете, я ему ответил, что у меня все Евангелие. Это действительно так, я люблю все Евангелие, ибо это нераздельная жизнь и учение Иисуса Христа о спасении человека от смерти и греха. Но на самом деле, конечно, любимое место у меня есть. И это место, прощальный ужин Господа с учениками в Евангелии от Иоанна нам раскрытый. И там Господь четко и понятно, и как сами ученики засвидетельствовали, что ты теперь никакой притчи не говоришь, а все говоришь прямо, да. И Господь прямо сказал, если вы любите меня, потому что он сказал, что если вы любите меня, говорит, три раза сказал, соблюдите мои заповеди. А заповедь моя, говорит, а новую заповедь даю вам, чтобы вы любили друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы должны любить друг друга. Господь любил не только своих, говорит, прекрасно, а то начинает притягивать, а, ну это только своих сказано, ну конечно, да. Бог же распялся за своих, а не в руки язычников себя предал. Не в руки, вернее, этих своего же, своих детей, которых руками язычниками его и убили на кресте, распяв. Вот. И три раза сказал, если любите меня, соблюдите мои заповеди. Любящий меня соблюдает мой заповедь, не любящий моих, слов моих не соблюдает. Кто любит меня, тот соблюдет слово мое. И говорит, потому, один раз сказал, он никогда не утверждал, что он любит отца. Последняя фраза его была, по крайней мере, по Евангелию, перед тем, как они встали и пошли, и Господь сказал, потому узнает мир, что я люблю отца, потому что исполняю и творю, что он мне сказал. Вот и нас потому узнает, что мы любим Христа, и что в нас есть Дух Святой, первый плод которого любовь, если мы будем любить друг друга. И это не злословие, не осуждение, ибо Христос никого не судил. Не обличение. Обличать можно только лично человека, когда он против тебя чем-то погрешил. Все остальное – это поношение человека. Это, конечно, мне нравится псевдоним. Я когда вижу сам у себя в канале где-то это слово, даже «христолюб», меня оно всегда возвращает в это место Евангелие. Меня возвращает или не возвращает, наоборот, или возносит на прощальный ужин Господа с учениками. Я всегда помню о его заповеди. Мне это помогает. Кто-то по-другому может как-то там называться, еще как-то, я не знаю. Это, в принципе, пожалуйста, какое-нибудь собрание славы Божьей. Я не знаю. Это можно называться. Но если люди это будут проповедовать... Я же не проповедую культ христолюбца. Всех, кто меня не раз пытается укорить или, я не знаю, предъявить мне. Нет, я ненавижу систему. Человек, истинный, духовный человек, будет проповедовать вот жизнь и учение Иисуса Христа. И каждый, смотрясь в образ жизни и подобие, уподобляясь жизни Иисуса Христа по его образу и его подобии, глядя на те слова, которые он, теми словами, теми учениями, которые он сопровождал в своей поступке и в своей деянии, в своей жизни, поступает точно так же. Вот и все. Сейчас проповедь, вот она к минимуму сводится человека. Сейчас вообще в мире, я считаю, что больше проповедь должна к делам сводиться, добрыми, добрых дел. И при этих добрых делах человеку, вот, дать Евангелие, все, все доступно. Дать Евангелие, дать ссылку на Евангелие, все очень просто. Так что вот так вот. А это все, я Павлов, я Кифов, я Аполосов. Зло и то, и то. Я говорю, пустить себе пулю в рот или петлю на шею повесить, честно, я не вижу тут никакой разницы-то. Нет никаких учений человеческих. Там дальше Павел скажет, не делайте с рабами человеков, не их учений. Кто думает, что он мудрый в этом мире, это все мирская мудрость. Учение Иисуса Христа в простоте. Человек, будь святым, как свят Господь Бог. Будь совершен, как совершен Отец твой небесный. Продай все и следуй за Мною. Все. Свойства Духа, энергии Духа, плоды Древа Жизни, сокровища небесные, материалы Дома Божьего, которые ты являешься. Простые. Это все символы и разные слова, означающие один и тот же, одни и те же понятия. Это любовь, которая проявляется в добрых словах и в добрых делах. Это радость, проявляемая в улыбке, дружелюбности, веселости. Это мир, это спокойствие, умиротворение, а не ненависть, раздражительность. Это кротость, а не тщеславие. И отчаяние, когда тебе лишний раз по головке не погладили. Это смирение, а не превозношение. И осуждение. Это долготерпение. Естественно, это воздержание. Прежде всего. Потому что кому-то что-то отдать, надо воздержаться от чего-то. И причем, может быть, не на один день отсюда и долготерпение. Это благость, это счастье. Помните, как было великое приобретение, быть благочестивым. И что? Довольный. Благость – это довольство. Потому что счастлив человек не тот, у кого много есть, а тот, кто доволен тем, что у него есть. Вот что такое счастье. Для каждого человека об этом, кстати, еще говорил такой был философ Платон. Точно так же сказал и Павел, прям только другими словами. Но Платон говорил, или Сократ, я уж не помню. Он говорил, что счастье – это то, что каждый почитает для себя счастьем. Ну и по сути он говорил, что он этим обладает. Но надо уповать на Бога и радоваться тому, что у тебя сейчас есть. Есть у тебя вот небо голубое над головой и радуйся. Есть у тебя вон черный пушистик и радуйся. Да? Где ты там мой родной? Есть у тебя белый пушистик, тоже ему радуйся. Есть у тебя вон цветочек и радуйся этому. Вот оно, благость-то. Вот и все, вот все учение Иисуса Христа. Человек, будь счастлив, будь счастлив. Но счастлив ты будешь не дыркой, никогда ты все тиранишь на свете, никогда ты вечно недоволен, не можешь ничего потерпеть. А образ этого учения нам явлен. Бог явился в плоти. Он говорит, я есть путь. Я есть путь. Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Ты идешь за Христом, и ты, соответственно, внутри свет этот. Ты идешь за светом, и внутри еще больше. Мы чем к свету приближаемся, тем сами светимся больше. Кто поиследует за светом, он говорит, за мной, тот будет иметь свет жизни внутри себя. Все слова одни и те же. Христос говорит, я есть путь, истинная жизнь. Не Павел, он сказал, будет, не Петр, не Ан, никто, не дядя Вася, не дядя Степа, не твоя соседка, не Христолюб даже, да, представьте себе. Христос есть путь, истинная жизнь. Все, следуй за Ним, иди за Ним, и дойдешь в Царство Божие. Поступай в этом мире точно так же, как поступал Он. Изучай радостную весть о Спасителе мира от смерти и греха. И поступай в этом мире так, как Он поступал. Читая послания апостолов, мы убеждаемся лишь в том, что они не дополняют учения Иисуса Христа, а лишь все время нас, как оградкой, стоят к Нему, к этому учению. наоборот, всячески нас, возвращая к Нему, если вдруг у нас дурная в голове мыс, приходит от Него уклониться. Причитайте соборные послания апостола Павла, ничего нового там не придумывают, они как ограды становятся. Поэтому ты и, и все прекрасно знают, что Новый Завет имеет канон и имеет ограниченность, потому что ничего нового уже невозможно придумать. Христос – это вся полнота Божества телесно обитает. И Он принес полноту этого учения. И как писал Павел, и почему мне поражает, что все те же самые ортодоксы этому противятся, и почему-то первые христиане и имели полноту в нем, и полноту учения, полноту знаний, а мы теперь, бедные христиане 21 века, имея на руках живой Евангелие и учение Иисуса Христа, не имеем. Я говорю, вообще поразительно. Живем в благодатное время, когда у каждого есть это Писание, и нам еще в голову вбивают то, что мы не можем спастись. Когда первые люди, я вам говорил, 19 веков вообще было недоступно ни образования, ни Писания. А сейчас есть у каждого Евангелие. Читай да поступай. Евангелие при желании можно раз в день прослушивать. У многих людей такие работы, что он может слушать на работе. Сейчас аудиоформат есть. Любой, ты там дальнобойщик, включил и слушай сутками. Я в настройке работал, все целыми днями с затычками. В ушах меня немым прозвали. Все настройки там шумят, кричат, общаются, что-то перетирают. А я слушал сутками. Евангелие, Новый Завет. Итак, семь лет. Вот и все. И кто тебя от истины тогда отвратит? Кто тебя соблазнит? Меня там обвиняют в прелести, в гордыне. А почему я должен вас слушать? Да у меня вот она истина. У тебя что, другая истина? Нет. Точно такой же перевод. Все доступно. Чем я от тебя отличаюсь? Да ничем. Что ты меня тут втираешь? Что ты меня судишь? Христос никого не судил, даже по плоти, даже по духу. И тем более по плоти, даже за смертельные грехи. За что ты меня судишь-то? Я проповедую людям жизнь и учение Иисуса Христа. То, что Он и сказал. Он ученикам по Вознесению Своему сказал. Идите проповеду то, чего Я учил, чему заповедал. Это творите, этому учите. Все. В посланиях апостолов мы лишь утверждаемся в этой истине. Что жизнь вечную имеет только тот, кто верует в Иисуса Христа и соблюдает Слово Его. Все. Зачем мне ваши какие-то писюльки, брошюрки там эти какие-то? На каком основании, в какое собрание не приходишь тебе еще в протестантский, тебе еще листик подсовывают, что вот мы, конечно, на слове Божьем, зачем они так называют, я не знаю, основываются. Вот. Но ты вот эту бумажечку прими, как бы наше видение этого Слова Божьего. Вот эти семь пунктов. Если ты с ним согласен, да я не согласен. Вот они все пункты здесь. Мало ли как вы их поняли. Мы что, не христиане, что мы не можем творить добрые дела, радоваться жизни вместе можем. Какой-то бред вот этот понапридумали. где система, там нет жизни. Все, что крутится автоматически, оно хоть имеет вид движения, вот сейчас машина, роботы, есть компьютер, но любой человек скажет, что это труп, потому что автомобиль, хоть он даже заведенный, может сколько-то поработать, в нем нет, во-первых, души, во-вторых, он движется только потому, что его создал человек, и там все это крутится, пока бензин есть. Это мертвичина. Кажется, иллюзия жизни, да, на самом деле труп. Все. Где нет свободы, где твою свободу чем-то ограничили, там нет Бога, там нет жизни, потому что жизнь это свобода выбора. Даже кошка, вот в ней есть дух, сказано, живая душа, потому что она делает, что она хочет. Люди, порабощенные людям, их учением, а уж тем более вещественным началом мира, поклоняются, становятся на колени перед мукой, там я не знаю, перед соком, вином, перед булками, перед мясом, перед чем-то, перед домами, перед кирпичами, это все плоть, это все язычество. Ничего тут. И который поклоняется учением, какие-то писюльки подписывают, там декларации всякие, это все ерунда. Вот она, Евангелие, одна декларация, жизнь и учение Иисуса Христа. Все. Каждый христианин и соучастниками быть в Царство Божье, Павел сказал, можно только в одном, полагать этот фундамент, этот основание, раздавать всем это семечко, это зернышко. А там уже каждый пусть сам живет, каждый будет давать, и огонь будет испытывать дело лично каждого. Вот мое дело. Это храме, как Павел потом будет писать, разрушится во втором послании, и все предстанут на судилище Христово. На судилище Христово христиане предстанут. И каждая получит то, чему соответствовало. Живя он, делая добро, получит доброе зло, даже христианин получит по своим злым делам. Это очевидно. Ну все, Хвайф поговорил немножко. Так что, по мне, все эти реформации, все эти системы, культы ничего не имеют доброго и хорошего. Собираться, конечно же, люди собираются, люди живут, любят друг друга, дружат. Я, у меня на эту тему не один ролик по церкви, я не против церкви, даже организации церкви, или организованной церкви. Да, это естественно. Я против системы, против культов, против всех этих, вот, названий даже, которые потом культивируют в что-то магическое. Нет. Назваться ты можешь каким угодно, лишь бы ты внутри был христианином. Вот. А имя тебя не спасает. Ну, все, что попрощаемся. Я вам всем желаю возрасти в совершенных Христов возраст, а не быть младенцами, не быть плотяными, а быть духовными, не быть каменными сердцами, но быть сердцами чистыми, зрящими Бога. Ну, вот так вот. Все мои адреса каналов, три канала у меня, они у вас на экране, адрес моего сайта. Подписывайтесь, смотрите ролики, какие вам интересны. Добавляйтесь в друзья, стучитесь. Я всех добавляю всегда. Давайте знакомиться, общаться, я всем всегда рад. Ну, конечно, если наша беседа начнется со слов «что ты в прелести» и вообще сумасшедшая, то такая беседа обычно быстро заканчивается. Вот. Но если ты свободен во Христе и ищешь себе братьев, сестер, то такие имеются, то, пожалуйста, «велком», как говорят на иностранном языке. Я всем всегда рад. Давайте родниться во Христе, сорадоваться в радости и сопереживать и что-то делать, помогать друг другу в печалях и в скорбях. Ну, кому понравился ролик, ставь лайк. делитесь этим роликом в социальных сетях, на Ютубе, где считаете нужным. Будьте тоже соучастниками. Все, что я делаю, я делаю для того, кто же только проповедует, что быть соучастником Царства Божия. Ну, и в принципе, побуждает, как всегда, элементарно любовь Божия, которая излила сердца наши Духом Святым. На самом деле, христианство – это счастье. Счастье для самого человека. Его жизнь преображается, его жизнь становится прекрасной уже здесь. Да, здесь Господь нам не обещал легкого пути. Есть и скорби, есть и страдания. Ну, Павел, это познав, и телесные болячки, и побои, и поношения, писал, что многими скорбями нам надлежит войти в Царство Божие. Ну, при этом, этот путь и не обделен, и не, так скажем, не безрадостный. Да, есть на пути христианском даже в этом мире, мире скорбей и страданий, много и радости, и любви, и мира, и всего. Господь все уравновешивает, ибо Господь есть Бог любви, радости и счастья. Все, всех я нежно целую, крепко обнимаю. До встречи в следующих роликах. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok